Ровно три дня на полях новоиспеченной академии футбола шла борьба за чемпионство в Кубке Алми, впервые проводимом в Пинске, хотя до него пять лет к ряду в городе проходило практически одноименное детское первенство по лесье Алми и при той же спонсорской поддержке. В обоих случаях силами мерились начинающие спортсмены. Всего четыре команды – это футболисты Пинской Дюшор номер три и детские сателлиты известных белорусских клубов «Динамо Минск» и «Батэ Борисов». Также компанию им составила команда не менее именитого клуба «Шахтер» из Донецка. Скажите, несмотря на сложную ситуацию сейчас в Украине, не сложно ли было приехать сюда в Белоруссию? Был ли спорт вне политики? Абсолютно никаких не было сложностей с этой поездкой. Другое дело в том, что мы сейчас, скажем так, временно живем не дома, не в Донецке, мы живем под Киевом все, и мальчишки, и мы, тренер. Эта поездка немножко ребятам поможет психологически все-таки. Смена обстановки, выезд. Много нового, много интересного, поэтому, я думаю, это отвлечет от таких неприятных моментов. На Пинском турнире украинские ребята действительно хорошо отвлеклись от всех жизненных перипетий и сконцентрировались на игре, причем качественной и результативной. Всех своих белорусских соперников «Шахтер» обыграл. Бате со счетом 4-0, «Динамо-Минск» 1-0. Не повезло и пенчанам, которые сыграли в ничью с Бате, уступили пенчанам и сдались в матче с украинской командой в сухую. 7-0. Такой расклад оставил наших ребят позади всех участников Кубка. Ну, конечно, конечно, счет, как бы сказать, немножко есть, вот расстроились. У нас количество очков с Бате было одинаковое, только по забитым пробочным мячам мы это самое пропустили, Бате вперед. Ну, я думаю, в дальнейшем самое, коли есть такой комплекс, будем стараться шивовать мастерство вот на этих полях и будем выступать очень здорово. А делать это пенским мальчишкам обязательно придется. Ведь не зря же у них теперь есть настоящая и долгожданная Академия футбола, так впечатлившая всех гостей турнира. То, что мы увидели, конечно же, это заслуживает, заслуживает уважения, заслуживает внимания. И я думаю, здесь благодарность от мальчишек, от всех, кто вовлечен в это дело, должно быть тем людям, которые сделали такой подарок все-таки. Видя, что люди сделали для них, я думаю, результаты не заставят, я думаю, ждать. Хорошо было играть, поля хорошие, манеж мне больше всего понравился. Наша Академия, новый стадион составит конкуренцию столичным минским стадионам? Я думаю, да. В последний день турнира детские матчи были особенно жаркими, но больше по накалу спортивных страстей, а не по температуре градуса. Она была минусовой, потому ребятам пришлось играть в тумане по снежному инею, который даже на полях с подогревом, он, видимо, пока не работал, добавил сложности с хватком. Согрела участников кубка церемония награждения, где ценные призы получили все команды, в том числе Баты за третье место и Шахтер за лучшее и беспроигрышное выступление. То, что победили, конечно же, мы ехали для того, чтобы с надеждой на успех все-таки. Шахтер всегда ставит перед собой самые высокие задачи, все команды ставят перед собой. Но основная задача была не просто победить любой ценой, допустим, а показал при этом качественный футбол, чтобы ребята пытались демонстрировать на поле то, что мы проводим в тренировочном процессе. Пинская команда пока довольствовалась утешительными призами за четвертое место, которые есть все шансы улучшить на втором кубке «Алми». Его запланировано провести и в следующем году.